Приятный тупик в карабахском урегулировании Дипломатия Лаврова Найрая Румян Лерагир, Армения 8 июня 2018 года Переговоры по урегулированию карабахского конфликта не могут считаться эффективными до тех пор, пока в них не участвует руководство НКР Об этом заявил во время представления программы правительства в парламенте 7 июня премьер-министр Армении Никол Пашинин По его словам, до прибытия Роберта Качарина в Армению тот был избранным президентом Карабаха, а Серж Сарксян – одним из организаторов самообороны НКР И, следовательно, они могли иметь мандат по переговорам от имени Карабаха Но сделать то же самое я просто не могу, поскольку для этого нет ни правового, ни политического, ни морального обоснования Народ Карабаха не принимает участия в выборах в Армении, вместо этого он имеет свои власти и потому его может представлять только собственная легитимная власть, подчеркнул Пашинин Москва продолжит содействовать поиску взаимоприемлемых решений по Нагорному Карабаху Заявил в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнаца Коняном Наша позиция – решение карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой наряду с Азербайджаном и другими государствами является Армения, сказал он Если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, мы будем это решение уважать, добавил министр Эта работа, Минской группы, продолжается многие годы, были разные этапы На каких-то этапах представители Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе, потом, по договоренности сторон, формат был изменен и стал таким, какой он есть, отметил Лавров Конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов Нагорный Карабах – наша историческая земля, мы доводим эти реалии до всего мира Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанскому народу, сказал в свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок Прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу Основная цель проводимой правительством внешней политики – защита суверенитета Армении, обеспечение безопасности Армении и Карабаха, повышение международного авторитета страны В направлении исключительно мерного урегулирования у Карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ процесса, в основу которого должны быть заложены основополагающие принципы международного права, в частности, равноправие и самоопределение народов Карабах, как основная сторона конфликта, должна иметь решающий голос и вовлеченность в реальный длительный процесс мирного урегулирования Решение нового руководства Армении отказаться от мандата по представлению интересов Карабаха в ходе переговоров действительно перевернуло 20-летнюю логику урегулирования Один из идеологов евразийской политики Александр Дугин считает, Москва сейчас в растерянности по поводу Карабахского урегулирования Пришел Пашинин, все прежние договоренности пошли прахом, сказал он На встрече с МНАЦ Аканьяном Лавров пытался дипломатично выбраться из тупика, заявив, что если стороны договорятся, что Карабах может стать страной переговоров Но Азербайджан, судя по всему, категорически против Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...